Всем привет, с вами Денчик и сегодня мы разберем настройки графики в игре The Division 2. Погнали! Для тех кто хочет все и сразу, я специально создал таблицу с настройками графики. В описании под видео вы найдете ссылку на мое облако, там есть фото и видео сравнения графики. В таблице указаны все пресеты графики игры The Division 2, также я добавил свои настройки для PvE и PvP. В красном указаны самые жрущие настройки графики. Перед вами указаны характеристики моего ПК. Игра стоит на SSD, версия Nvidia драйвера на данный момент специально для Division 2. Для обладателей карты Nvidia рекомендую поставить версию драйвера 419.35. Это официальный драйвер для Tom Glancy The Division 2 от Nvidia. Все настройки я буду делать на DirectX 11, V-Sync и лимит кадров отключены. Если вы хотите поднять FPS, то поставьте DirectX 12, но игра может в любой момент вылететь. Также вы не сможете свернуть игру на рабочий стол. Видео, режим экрана, полный экран, разрешение Full HD, частота у меня 170 Гц, уменьшение задержек ввода выключено, использование DirectX 12 выключено. Что касаемо графики, вертикальная синхронизация отключена, лимит кадров отключен. Качество теней максимум, все максимум, все что есть в данной игре у нас выключено на максимум. С такими настройками и с записью, хочу заметить, у меня сейчас в этой сцене 90 FPS, 85-90. Без записи тут прыгает до сотки, поэтому у вас FPS может быть выше, чем у меня на видео. Итак, переходим к самым жрущим настройкам. И первое место занимает у нас объемный туман. Как и в первой части, он жрет очень много FPS. Поверьте на слово, ставьте его сразу на низкое. Следующим пунктом идет качество объектов и увеличение дальности трансляции. Сейчас у меня практически 100 FPS и качество объектов на 100 и увеличение дальности трансляции на 10 стоит. Если я поставлю по нулям и то и то значение, прибавка составляет 35 FPS. Но как вы видите, надаль, если посмотреть в прицел, некоторые объекты начинают появляться. Если выйти из прицела, объектов нет. Путем проб и ошибок я нашел три оптимальных варианта этих настроек. Первый вариант это 40 на 1. Второй вариант 50 на 2. И третий вариант 60 на 3. Далее, масштабируемое разрешение. Поставьте на 85%, чтобы получить прибавку FPS без потери качества графики. Прибавляет от 15 до 25 FPS. Дальше переходим к качеству растительности. Чем меньше травы в игре, тем больше FPS. Сразу ставим на низкое. Далее, качество частиц. Это количество и качество частиц используемых некоторых спецэффектов. Больше частиц, меньше FPS. Максимальные значения забивают ваш процессор и видеокарту. Соответственно, рекомендую снизить их до высоких или средних значений. Для PvP рекомендую ставить низкие значения. Оставлю я пока на высоких значениях. Далее, переходим к глубине резкости. Эта настройка размывает изображение за персонажем, либо в прицеле. Сейчас покажу. Мы заходим в прицел. Сначала становится все мыльное, потом все становится резким. Выключив этот параметр, Открыв прицел, Сразу становится все четким. Далее, переходим к локальным теням. Это регулировка количества теней точных источников света. Есть значение высокое, среднее и низкое. Рекомендую снизить это значение на низкое, либо среднее. Прибавка составит 10 FPS. Дальше, качество теней снижаем на высокое, либо среднее. Разрешение локальных теней. Есть максимальные настройки, высокие, средние и низкие. Можно ставить на высокое. Далее идут контактные тени. Это регулировка качества контактных теней от прямого источника света, Благодаря которым объекты выглядят вписанными в сцену. То есть от каждого объекта в игре у вас будет отбрасываться тень. Есть значения все высокое, все низкое, солнце низкое отключены. При отключенном значении, конечно же, вы повысите FPS, Но теней от объектов не будет. Поэтому рекомендую ставить солнце низкое, либо все низкое. Далее, фоновое затенение. Это регулировка качества самозатенения объекта в фоновом свете. Рекомендую для качества графики оставлять средние, либо высокие значения. Далее опускаемся разрешение проецируемых текстур. Рекомендую снизить до 256, на глаз вы разницы не заметите. На этом месте я начинал с 90-100 FPS, сейчас у меня 170-160. Теперь разберемся с отражениями и качеством воды. Сейчас вы видите, в отражениях у нас отображается бревно, ветки, Все объекты, которые у меня есть в сцене. Давайте решим насчет качества воды. Выбор качества изображения воды. Есть высокие, средние и низкие значения. Сейчас высокие значения и ставим низкие. Видите, картинка сразу изменилась. Здесь у нас появились волны, а на низких у нас просто гладь. Меньше волн, меньше качества изображения воды. По FPS, конечно же, вы сразу видите 200 FPS на низком. На высоких значениях 15 FPS улетает. Дальше, есть качество отражений и качество локальных отражений. Сейчас у меня стоит очень высокое значение. И если я отключу, то, как вы видите, вода осталась, а отражения в ней пропали. Ну и, конечно же, FPS поднялся. Если качество локальных отражений я поставлю на низкое, То отражения от объектов появляются. Но качество их, соответственно, минимальное. Если ставим на среднее, появляются сглаживанные объекты, размытые такие, более естественные. На высоких значениях еще больше сглаживания, еще больше размытости. И на очень высоких появляется прям точная копия отображения в воде объектов. Теперь качество отражений. Есть высокое, среднее и низкое. Также качество отражений это регулировка разрешения частоты обновления глобальных отражений небоскребов, гор и других крупных объектов. То есть на воду это никак не влияет. Оставьте высокое, либо среднее значение. Качество локальных отражений можно поставить на среднее. Видите, картинка реально меняется. Сразу же меняется. Поэтому на среднем и фпс хороший, и отражение радует глаз. Далее, блинк линз, винетирование, хроматическая аберрация по вашему усмотрению. Я например выключаю, эти эффекты мне мешают. На фпс они никак не влияют. Далее, самая нижняя настройка это качество ландшафта. Сейчас стоит высокое значение. Если я поставлю на низкое, то вы видите текстуры земли, текстуры ландшафта сразу меняются. И они становятся низкого качества. Итак, давайте пробежимся еще раз по всем настройкам. Качество графики, конечно же, по выбору. Яркость не менял, контрастность не менял, вертикальная выключена, лимит выключен. Качество теней вы можете оставлять, понятное дело, высокое, либо среднее. Если вам нужен фпс, ставьте на низкое. Локальные тени это количество теней, соответственно среднее это оптимальное значение. Далее, разрешение локальных теней я ставил на высокое. Конечно, вы можете опять же поставить все на низкое, на среднее. Все смотрите по фпсу. Контактные тени, все низкое, либо солнце низкое. Далее, масштабируемое разрешение. Сейчас стоит 85% у меня. Если вам не хватает этого, можете снизить на 75% или на 50%. Конечно, графика в этом случае очень сильно пострадает. Далее, эффект резкости ни на что не влияет, поэтому также на ваше усмотрение. Качество частиц вы видели на примере, в лесу больше всяких разных частиц летает вокруг персонажа, бумажек. Если вам это не нужно, ставим на низкое. Если вы хотите насладиться картинкой, ставьте высокие максимальные значения. С туманом мы разобрались, он очень много живет фпс, конечно же я оставляю на низком. Качество отражения, конечно же, на среднее, чтобы и оптимальный фпс был, и качество картинки не пострадало. Качество отражений в воды, соответственно, вы можете отключить, чтобы вообще не было отражений, либо ставить низкое или среднее. Качество растительности, это регулировка качества отображения растительности, травы, кустов, деревьев, поэтому я сразу ставлю на низкое. Внутреннее рассеивание я отключаю. Анизотропная фильтрация 16х, она ни на что не влияет. Карты параллакса, это создание иллюзий рельефа без дополнительного сложения геометрии объектов. Я включаю, потому что я не вижу разницы по фпс. Фоновое затенение на среднем-высоком, оптимальное значение. Глубину резкости я отключаю, потому что в прицеле она мылит. Качество объектов и увеличение трансляции. Три оптимальных значения 40х1, 50х2 и 60х3, это лично мои настройки. Блинк линзы, винетирование я отключаю, эти эффекты мне также не нужны, на фпс они не влияют. Качество воды я оставил на среднее. Хроматическую аберрацию я отключил. Разрешение прорицимых текстур у меня стоит на 256. Высокое разрешение неба у меня включено. Качество ландшафта я оставил на среднее. Ну а теперь время тестов. В игре у нас присутствует свой бенчмарк. Если зайти в настройки, тестирование, вот запустить тестирование. Здесь у вас будут и графики, и фпс, и сцена, и стрельба, и дым, и отражение. И все-все-все в этом тесте присутствует. Поэтому поигрались с настройками, запустили тестирование, посмотрели фпс. Посмотрели нагрузку видеокарты и посмотрели нагрузку на процессор. Также общим результатом являются баллы. То есть счет. Здесь будет количество баллов, которые вы заработали в данном тесте. Ну а сейчас я покажу все тесты, которые я проделал в игре The Division. Это DirectX 11 против DirectX 12 на разных настройках графики. Пресеты все. 11 минимум и как он отличается от максимума. И так далее. После тестов я расскажу секрет, как отключить сглаживание в игре The Division 2. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...